Главным следственным управлением Следственного комитета России по факту обстрела остановки общественного транспорта в Донецке, в результате которого погибли мирные граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного частью 2 статьи 105 и частью 1 статьи 356 Уголовного кодекса России, убийства двух и более лиц и применения запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, 22 января около полдевятого утра пассажирская остановка в городе Донецке была обстрелена из минометов и в результате этого обстрела убиты не менее 8 мирных жителей и 12 получили ранения. На основании имеющихся у следствия предварительных данных в качестве приоритетной проверяется версия о причастности к этому преступлению военнослужащих украинской армии. Однако окончательные выводы можно будет сделать после исследования всех обстоятельств и изучения вещественных доказательств. А вот премьер-министр Украины Арсений Яценюк, поспешно обвинивший почему-то Россию в этом циничном преступлении, сам того не подозревая, фактически расписался в том, кто на самом деле стоит за этим преступлением. Знаете, это, наверное, как раз тот самый случай, когда вор кричит «держите вора». И все это похоже на очередное заявление украинской стороны, подготовленное под копирку, как в тех случаях, когда публиковались такие заявления после крушения малазийского Боинга, подрыва автобуса в районе Волновахи, ну и других случаев. И невольно создается такое впечатление, что подобного рода заявления пишутся раньше, чем происходят такие варварские убийства. Так что можно поздравить и Яценюка, и созданное им Министерство пропаганды Украины. Вы очень хорошо усвоили уроки своего учителя Геббельса, которому принадлежат знаменитое выражение «чем больше ложь, тем легче в нее верят».